Приветствую вас еще раз и, вы знаете, я прочитал ваше дополнение, которое вы добавили, вот, жалко, что не известили меня об этом в личке, вот, что добавили, ну, я не просил вас об этом, хорошо. Смотрите, какая получается у вас ситуация теперь. Вы говорите, чтобы быть вместе, я хочу, чтобы мой муж начал ухаживать за мной, оказывать ноги внимание, в скобочках вы приводите то, чего вы хотите. Ну и дальше вы перечисляете просто то, что вам хочется. Вы перечисляете, значит, тот тип отношений, отношений я к вам, мужа, которые вам нравятся, которые вам нужны. Нужен. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо, то, что вы это все высказали. С другой стороны, а может ли вам это все муж дать? Вот вопрос. Может ли и хочет ли? Ну вот, например, вот, все, что вы описали, да, вот, все, что вы пишете, я хочу, чтобы он ценил мои усилия касательно воспитания детей, а зачем вам, чтобы он ценил ваши усилия касательно воспитания детей? Вы что видите, для него воспитывается? Непонятно. И говорил это. Зачем вам? Для самоутверждения, для повышения собственной значимости? Для чего? Получается, что вы зависите от мнения вашего мужа, а это не есть хорошо, потому что мнение у человека относительно другого человека может меняться. Значит, дальше, ну вот, это я выделил, почему, потому что это очень важный момент. А тоже, что же касается всего остального, то это как? Это любовь и уважение, да? Любовь и уважение. То есть, даже вот, когда вы говорите, что, значит, я хочу, чтобы муж удовлетворял мои желания, да, значит, хочу, чтобы он делал вот то, что интересно мне, да, значит, хочу, чтобы он прислушивался ко мне, говорите вы. Ну, для этого нужно, чтобы он вас уважал. А чтобы он вас уважал, вам нужно быть личностью. А личность – это означает действие своих интересов. Личность – это означает действие по направлению своих, своим ориентиром, понимаете? И вопрос, о котором я начал говорить, это следующее. Может ли вам муж это вследать, то, что вы перечислили? Если да, вопрос тогда техники, если вам действительно это может дать. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, ответьте себе на другой. А давал ли он вам это? Если да, то почему перестал? Вот, на что вам нужно ответить. Вот, о чем вам нужно подумать. Почему муж, если он давал вам раньше то, чтобы перечислили, перестал это делать? А если он вел себя так всегда, то, естественно, что он не может вам это дать. И если он не может вам это дать, и вас какое-то время это устраивало, то, что он не может вам это дать, а теперь вдруг перестал устраивать, то, значит, у вас что-то изменилось. И, скорее всего, вам нужен другой мужчина. Понимаете? Потому что ваш муж не может этого всего дать, если он вам никогда этого не давал. А если он давал, но перестал давать, и вы знаете, почему он перестал давать? То первоначально нужно устранить эту причину, это препятствие, которое мешает вашему мужу давать вам то, в чем вы нуждаетесь. Это первое. И второе. Нужно, чтобы мужчина начал за вами ухаживать, нужно, чтобы он реально посмотрел на вас глазами мужчины, чтобы он увидел вас, женщину. А для этого нужно сделать следующее. Для этого необходимо, во-первых, показать мужчине, что вы именно та женщина, которая ему нравится, именно та женщина, которую он любил, любил или любит, и самое главное, что вы можете дать ему то, что ему нужно, что мужу вашему нужно. Это первое. И второе. Показать, что вы можете точно так же дать все это кому-то другому. И если мужчина вас любит, если он боится вас потерять, этот страх даст о себе знать. И тогда он будет делать все, что вы перечисляете. Но при этом нужно четко и всегда дать ему понять, что вы можете уйти. Что вы не потерпите, что мужчина к вам относится как-то плохо. Это в обязательном порядке. Что еще я хочу сказать. Вот по поводу той фразы, которую я выделил, я могу дополнить только то, что складывается ощущение, что вы эмоционально от мужа зависимы. То есть вам важно его мнение. Вам важно, чтобы он оценил что-то. Это какая-то обида. И не дело это, что вы руководствуетесь обидами при примирении со своим мужем. Если вы миритесь с человеком, то вы как бы прощаете его за все, за все, что он вам делал. Плохого. Вы прощаете, все обиды отпускаете. А вот у вас тут звучит, что он оценил мои усилия касательно воспитания детей. И говорит это. Вот это как бы кричит, что муж не ценит мои усилия по воспитанию детей и не говорит это. Так он и не должен этого говорить. Он и не должен этого оценить. Человек либо ценит, либо нет. Если муж, например, считает, что это ваша прямая обязанность, он это никогда не оценит. И зачем вам, чтобы он это оценил, если вы делаете это для детей? Для чего вы хотите вот этого? Чтобы повысить уверенность в себе, чтобы, не знаю, казаться более ценной для него, так не через детей это нужно делать, а через то, о чем я говорил ранее. То есть вот этот момент, момент в зависимости от его мнения, необходимо рассмотреть куда более подробно. Почему, в чем вы не уверены в себе, в чем вы сомневаетесь в себе, что вы не принимаете в себе, что вы делаете через силу, жертвуя собой. Понимаете, о чем идет речь? Вот это нужно отдельно вам продумать, как следует. Далее, если мы не делаем то, что интересно другим, и делает только то, что интересно ему, то нужно сделать так, чтобы ему было интересно делать то, что интересно другим. Ну, например, вам. А для этого нужно поставить его в условие, когда он, не делая то, что интересно другим, что-то для себя потеряет. А если он знает, что он ничего не теряет, и может быть наказанно делать что-то для других, ой, для себя, так зачем ему делать что-то для других? Тот же момент. Понимаете? Далее. Как я уже говорил в своем предыдущем ответе, что ваш муж понял, что вы от него никуда не денете. И он не будет за вами ходить, потому что он уже, по сути, понял, что вы готовы к нему вернуться. Очень жаль, что вы не ответили на те вопросы, которые задавал вам я в своем дополнении. Они были очень важны. Все вот эти противоречия. которые у вас есть. И, соответственно, не очень понятно, как вы их отрефлексировали для себя. Далее. Хотите спать с ним под одним одеялом, а не под разными, как ему комфортно? Ну вот здесь, знаете, тоже момент. В чем заключается дискомфорт, и почему вы спите под разными одеялами, чем это продиктовано? Если чем-то физическим, то мужчина вряд ли будет с вами спать под одним одеялом. То есть тут нужно очень шутко и аккуратно подходить к этому вопросу. Далее. Я злюсь, если он опять прикрывается работой и не может напрячь осуществить свою просьбу. То есть вашу просьбу. А зачем злиться? Ну, если мужчина не хочет выполнять ее, он не выполняет. И да, вам можно позлиться, вам можно поплакать, выплатиться, но понять, что на него полагаться не стоит и действовать самой. И однажды вы поймете, что мой муж такой вам, в принципе, и не нужен, когда прикрывается работой. И все это за мужчиной, который работу использует как щит. То есть зачем вам такой мужчина, понимаете? То есть складывается ощущение, что вы сами создали образ такой вот жертвы, которая терпит отношения своего мужа. Такое вот совершенно непридемлемо, совершенно ужасно. А в действительности вам необходимо просто-напросто брать то, что вы хотите и добиваться самостоятельно. То есть самостоятельно оценивать себя. Если он не любит вас, любите сами себя. Если он не дарит вам внимания, смотрите внимание на других мужчин и так далее. Далее, значит, вы пишите следующее. Олег, я хочу чувствовать, что он любит меня, а не деньги. Хочу, чтобы он тратил их на меня, не жалея. Но вот тут тоже момент. Знаете как? Деньги мужчина тратит на вас, жалея, по разным причинам. И нужно разбираться по каким. Понятно, что если он любит деньги больше вас, это плохо. Но необходимо понять мотивацию, почему он тратит деньги на вас и жалея их. Может быть, это связано с чем-то его личным. Тут тоже нужно аккуратно подходить к этому вопросу. Вот нельзя просто взять и заставить человека любить только вас, а не деньги. Понимаете? И самое главное, нужно быть такой женщиной, на которую хотелось тратить деньги, не жалея. Понимаете? А для этого нужно быть готовой что-то своему мужчине дать. И весь вопрос в том, что вы можете дать и что ему нужно. И понимаете ли вы, что мужчине вашему нужно? Вот это на самом деле один из главных вопросов. Понимание того, что нужно вашему мужу. Что ему нужно? Какие у него желания? Чего он хочет? Какой у него идеал женщин? И можете ли вы этим идеалом быть без вреда себе? Я вас очень прошу в контексте этого ответа и в контексте дополнения об этом подумать. Это очень важно. И если вы захотите об этом поговорить, можете написать в личку. Если вы хотите ответить дополнением, пожалуйста, напишите мне о том, что вы дополнили свой вопрос, потому что дополнение не всегда видно. Надеюсь, что вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете один из моих ответов лучшим. И готов помочь вам, если захотите поговорить со мной лично. Всего доброго и до свидания.